МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Екатерина Котова. Здравствуйте. И далее некоторые темы выпуска. Спас шлем. Очередное ДТП с участием мотоциклиста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам любые дороги. Что делать с дорожным полотном? В ноябрьске решала сегодня специальная комиссия. И снова тема для рассуждения. Ямал вновь признан самым благополучным регионом в России по уровню жизни семей. Дмитрий Кобылкин принял отставку своего первого заместителя, удовлетворив заявление Евгения Мискевича об увольнении по собственному желанию. Пост первого зама главы региона, куратора строительной сферы ЖКХ дорожного хозяйства занял Алексей Ситников, ранее занимающий пост главы администрации Надымского района. Для справки, Алексей Викторович Ситников родился 25 августа 1966 года. Окончил Тюменский инженерно-строительный институт и Российскую академию государственной службы при президенте. С 1983 года работает на Ямале. В 2012-м был назначен на должность главы администрации муниципального образования Надымский район. С сегодняшнего дня заместитель губернатора Ямалоненецкого автономного округа. Нам любые дороги дороги. Такой вывод по итогам работы сделала выездная комиссия по состоянию дорожного полотна. В ее состав вошли сотрудники отдела ЖКХ, транспорта, энергетики и связи, городской администрации, дирекции муниципального заказа, подрядных организаций и госавтоинспекции. Сегодня делегация прокатилась по самым плачевным участкам. Вместе с ними в дорожный рейд отправился и Кирилл Мигель. Третий проезд промзоны. О том, что полотно здесь уже давно пора реанимировать и в срочном порядке, говорить, кажется, не прекращают ни на минуту. И водители, и чиновники. Вот только от этих разговоров, как, в принципе, и от конкретных действий, проку мало. Закрыть проезд совсем невозможно. Это связующее звено всей промзоны. Поток большегрузов здесь отдаленно напоминает трассы федерального значения. И в этом кроется суть проблемы. Для тяжеленных фур асфальт, что подтаявшее масло. Отсел и месяц, и дорогу можно ремонтировать вновь. Что со всем этим делать, вот уже в который раз решал целый консилиум. Депутаты, сторонники движения «Народный контроль», ДМЗ, подрядчики и руководство отдела транспорта при администрации. Ситуация тупиковая. На капремонт денег нет. Ямочный лишь на время снимет проблему. Но решение принято. Пока латать дыры в перспективе полная реконструкция третьего проезда. В городе же ситуация лучше. Нет, асфальт, конечно, не идеальный, но он есть. И работы по приведению его в порядок уже начались. Списки составлены, люди и техника работают. Купили для пробы. Но она не дешевая, зараза. Она потому что американская. Вот эта вот штука стоит 450 тысяч. Инфракрасная плита – новинка в арсенале дорожников. С ее помощью этим летом они планируют залатать как минимум 2000 метров ям и колдобин. Ложится асфальт старый. С прошлого года мы заготовили асфальт. Именно для инфракрасной плиты, для ямочного ремонта. Он нагревается до нужной температуры. То есть до 200 градусов. Потом, когда он нагревается, он разравнивается, уплотняется виброплитой. Потом, в принципе, переходим на другую яму, выбоинную, и продолжаем ямочный ремонт таким способом. Подрядчику была дана команда заасфальтировать именно те выбоины, которые влияют на безопасность дорожного движения. То есть, у которых глубина достигает более 4 сантиметров. Многочисленные у нас повреждения дорожного полотна. То есть, они могут привести, конечно, к аварийным ситуациям. То есть, водители транспортных средств при объезде могут выехать на встречную полосу дорожного движения, создать угрозу ДТП, ну и само ДТП, в принципе. Впрочем, 2000 метров – это не предел, заявляют в администрации. Свыше 3,5 миллионов зарезервированы для ремонта еще полутора тысяч. Это деньги, сэкономленные по статье благоустройство. Вот и получается, словно в песне из бременских музыкантов. Нам любые дороги дороги. В самом буквальном смысле. Кирилл Мигель, Анатолий Пресич. Новости нашего города. Состояние ноябрьских дорог стало предметом обсуждения и на заседании постоянных депутатских комиссий. Здесь глава администрации предложила внести изменения в реестр потребностей в дополнительных бюджетных ассигнованиях. А именно деньги, которые ранее, еще раз подчеркну, в качестве дополнительного финансирования были предусмотрены на благоустройство городского парка, установку скульптуры мать и дитя, а также на социальные выплаты многодетным семьям, сейчас пустить на ремонт дорог. Это 30 миллионов рублей, которые могут стать спасательным кругом для ноябрьска в том случае, если округ не выделит обещанные 20 миллионов на дорожные ремонты. А предпосылки к этому есть. Кроме того, на приведение дорожного полотна в порядок планируется направить и те средства, что будут получены от приватизации муниципального имущества. По оценке счетной палаты эта сумма может составить 33 миллиона рублей. А вот по предположению НГДИ может вообще ничего не быть. Объекты, за которые муниципалитет надеется выручить деньги, уже третий год как выставлены на торги, но так и не проданы. Кроме того, на заседании речь зашла и о работе над ошибками, то есть об организациях, которые в прошлом и позапрошлом году некачественно положили асфальт и теперь должны переделать свою работу. По словам Жанны Белоцкой, серьезные подрядчики из других регионов не хотят участвовать в наших тендерах по ремонту дорог. Не те средства и не те объемы, а потому выигрывают подряды местные организации. Кто у нас дорожно-строительное управление? Это жители нашего города. Кто у нас дорожники, рабочие персоналы? Это такие же жители нашего города. Безусловно, ответственное отношение к своим функциональным обязанностям, оно исключит все недостатки, которые предъявляют жители. Кстати, в этом разговоре на комиссии прозвучал интересный факт. Оказывается, до 2010 года городские дороги не были даже проинвентаризированы. То есть, по сути, были бесхозными и, соответственно, не было проектной документации на проведение ремонтов. Эта работа НГДИ была проведена только в последние годы и продолжается до сих пор. А как известно, без таких документов ни о каких ремонтах или финансировании ремонтов речи не может быть вообще. Ну и в продолжении темы финансов главный городской казначей Галина Жигальская предложила депутатам внести корректировки в бюджет муниципального образования. Почти к середине года и доходы, и расходы муниципального образования увеличились. Правда, расходы росли несколько интенсивнее, а потому дефицит бюджета есть. Но это вопрос решаемый. С прошлого года в казне остались деньги. Они и перекроют разницу в цифрах и рублях. Дефицит бюджета составит 317 миллионов 811 тысяч. Источником покрытия дефицита являются остатки на едином счете местного бюджета. Самую большую дополнительную прибыль в бюджет принесут платежи за пользование природными ресурсами – 37 миллионов рублей. Также налоги на физические и юридические лица – 22,5 миллиона. И еще 11 миллионов рублей будут получены в виде штрафов и возмещения ущерба. С учетом предлагаемых изменений, план по доходам бюджета составит 10 миллиардов 175 миллионов рублей. Расходная часть бюджета города Ноябрьска на 2013 год увеличена на общую сумму 560 миллионов 430 тысяч рублей. Самые расходные статьи бюджета, которые подлежат корректировке, это, к примеру, увеличение ассигнований на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и еще нескольких категорий работников из числа управленцев. На эти цели ни много ни мало дополнительно пойдет в 172 миллиона рублей. Единственное уточнение – эти деньги Ноябрьск получит из окружного бюджета в качестве субсидии на софинансирование зарплаты. Еще одна самая весомая статья из расходных касается культурно-спортивного комплекса «Ямал». Из прошлогодних денежных остатков на капитальный ремонт здания планируется добавить 189 миллионов рублей. Однако депутаты засомневались в целесообразности таких трат, да и самого ремонта. Мы влупим деньги и толку от этого никакого не будет. Будет то же самое, что с ледовым. Тем не менее, по словам администрации, экспертиза здания проведена, проект ремонта подготовлен и уже на июньских аукционах должен определиться подрядчик, который возьмется за работу. А что касается реконструкции «Ямала», о которой одно время власти очень много говорили и даже предлагали жителям выбрать новый облик культурно-спортивного комплекса, то этот вопрос закрыт. Вопрос о реконструкции мы уже закрыли, не будем ли? Нет, пока это мог. То есть реконструкция не получилась, почему? Потому что земельный участок мы могли оформить и привести их в соответствие. Принято было решение с депутатами провести капитальный ремонт. В итоге депутаты и городские власти решили вернуться к этому вопросу на заседании Думы. Там же будет утверждаться и план по корректировке бюджета. Ирина Потехина, Григорий Куроптев, новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова мотоциклиста ушиб головы. От более серьезных травм его спас шлем. Свидетели аварии уверяют, что байкер на дороге вел себя адекватно, двигался в потоке машин спокойно. Мотоциклист ехал совершенно с нормальной скоростью, так же, как и все автомобили. То есть ни быстрее, ни медленнее. И я его видел непосредственно перед аварией. Спокойный и адекватный человек. Общее количество за 2012 год у нас с участием водителей мотоциклов и скутеров было 10. В них 2 человека погибло, 7 пострадало. Уже с начала этого сезона, можно так сказать, открытия этого сезона для водителей мотоциклов, у нас произошло 6 дорожных транспортных происшествий, 3 человека, которые пострадали. В первую очередь водитель мотоцикла и скутера – это самый незащищенный у нас участник дорожного движения. Будь внимательным, просто будь внимательным. Перевышать скоростной режим, включать осветительные приборы, как это положено у нас по правилам дорожного движения. Ну и водителям, другим тоже будьте внимательны, потому что данный участник дорожного движения, категория этого, она незаметна для всех остальных. Мы решили выяснить, у наших подписчиков мешают ли им мотоциклисты. В нашей официальной группе ВКонтакте размещен опрос с вариантами ответов. Голосование открытое, поучаствовать в нем может любой желающий. Так что присоединяйтесь. Итоги голосования мы подведем на следующей неделе. А во вторник вечером на промзоне водитель 15-й выехал на полосу встречного движения и врезался в пикап. Инспектором ДПС он пояснил, что не справился с управлением. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. При ударе виновник аварии получил сотрясение мозга. Сейчас он проходит лечение в стационаре. Отказался от медосвидетельствования и виновник серьезной аварии, которая произошла накануне на загородной трассе Ноябрьск-Венгопоровский. Напомню, водитель «Шевроле Нива» врезался в КамАЗ. Сам он серьезно не пострадал, а вот его пассажир получил серьезные травмы. В больницу мужчина был доставлен в бессознательном состоянии. Сейчас он находится в реанимации. Мужчина до сих пор не пришел в себя. Состояние его, по информации медиков, крайне тяжелое. Окружные депутаты сегодня пересмотрели размеры потребительской корзины ямальцев. В стоимостном выражении она, скорее всего, станет больше. Для трудоспособного населения на 617 рублей, для пенсионеров на 983 рубля, для детей больше, чем на тысячу. Помимо этого, учитывая необходимость повышения качества питания населения, в расчетах была увеличена пищевая и биологическая ценность продуктов. В частности, по сравнению с действовавшими нормами, увеличены объемы потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. Одновременно с этим снижены нормы потребления по хлебным продуктам, картофелю, маслу растительному, маргарину и другим жирам. Итоги еженедельного мониторинга цен на продукты питания в ноябрьске подвел отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации. Цифры говорят, после праздника Пасхи к некоторым предпринимателям вернулся рассудок. Цены на куриное яйцо местами подешевели аж на 20 рублей. А вот овощи в целом и картофель с луком, в частности, напротив, подорожали. Впрочем, предсказуемо это всегда происходит ближе к лету. Тем не менее, в сравнении с расценками остальных городов Ямала в ноябрьске, на эту категорию товаров цены самые низкие. К слову сказать, в недалеком будущем нашем городе могут появиться и так называемые социальные магазины, ценовая политика которых будет еще демократичней. Обсуждается проект постановления о присвоении статуса социальным магазин тому предприятию, которое в обороте имеет в первую очередь весь перечень товаров, социально значимых продуктовых товаров, и цены на которые более чем на 10% ниже среднегородских. И если предприятие под эти критерии попадает, то рассматривается вопрос о льготных преференциях по уплате налога в местный бюджет. Но это пока только проект. Минфин повышает акцизы на табак. На этой неделе Министерство финансов России предоставило свои бюджетные планы на ближайшие три года. В следующем году повышение составит 42%, а затем 20 и 28. На самом деле всего где-то на 5 рублей повысится стоимость пачки сигарет, потому что 40% это не увеличение стоимости сигарет, а увеличение акциза. Эксперты говорят, это настолько мало, что на оздоровление нации это никак не повлияет. И предлагают акцизы увеличивать еще больше. Между тем, Дмитрий Медведев убежден, что экономического кризиса, похожего на тот, что был в 2008 году, в стране не будет, а потому не нужно скупать продукты питания. Также премьер-министр заверил, что нет никакой угрозы социальным программам, и финансирование по ним сворачивать никто не собирается. Такого кризиса, который был в 2008-2009 году, я уверен, нам удастся избежать. Тушенку, мыло и спички с солью запасать не надо. В отношении общеэкономической ситуации я бы не хотел нагонять страстей. Все более-менее приемлемо. Другое дело, что нам нужно несколько другое качество роста, не менее 4-5% в год, сказал Дмитрий Медведев в интервью «Комсомольской правде». Ну и последнее. Уровень благосостояния российских семей с детьми в 2012 году существенно вырос во всех регионах страны. Об этом говорят результаты рейтинга, подготовленного экспертами РИА Новости. Самые большие семейные доходы в свободном распоряжении по итогам минувшего года в очередной раз получились в Ямало-Ненецком автономном округе. На втором месте в списке лидеров Чукотка. Замыкает тройку состоятельных регионов по уровню жизни семей Тюменская область. По среднероссийским меркам достаток типичных семей в этих регионах выглядит очень высоким. И по мнению экспертов, здесь семьи имеют возможность относительно спокойно планировать обустройство и функционирование своих ячеек общества. Таковы новости среды. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А на сегодня у меня все. Я желаю вам всего хорошего и до завтра. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» АЗС «Газпромнефть» АЗС «Газпромнефть» АЗС «Газпромнефть»